Меня ужасно и раздражает, и как-то задевает вот этот абсолютно общепринятый, разделяемым всем обществом, абсолютно такой негативизм, что ничего хорошего не происходит у нас. Вы знаете, что я очень часто привожу в пример вот этот самый ЧТПЗ, Челябинский труппрокатный завод, я их очень заполюбляла. И вообще, да, мне очень нравится то, что делает Комаров разный. На самом деле у меня было такое же впечатление, вот когда я съездила в Сколково. И на самом деле всё время выясняется, что то здесь, то там по стране возникают какие-то совершенно чудесные начинания, здорово сделанные. Как правило, у истоков стоит частный капитал, да, и конкретная воля совершенно конкретного частного человека. Тогда дальше происходит что? Дальше туда приходит государство. Значит, туда залезает, а государство в лице прокуратуры, следственного комитета, да, находит там какое-нибудь нецелевое расходование или что-нибудь ещё. И дальше уже просвещённая часть общества, да, немедленно говорит, ну как, ну вот же, всё же воруют, ничего не строится, ничего не делается. Людям дело это должно быть ужасно обидно, как я думаю, да. Это потому что они-то знают, чего стоило это сделать, да, как это происходило, да, сколько всего, но всё окружающее заряжено только и исключительно на толкование того, что всё плохо. И как крикнуть, да, вот там, не буду называть, там, приличнейший человек, да, блогер, волонтёр, там, и так далее, пишет, о чём вы тут говорите, когда на самом деле вот у нас, например, там построено Сколково, в котором всё украдено, ничего не производится, там, и так далее. Мне хочется сказать, ау, родной, ты там был? Ты съезди туда, ты посмотри, что там происходит, что там не происходит. А там очень интересно. Добрый вечер. На канале НТВ программа «Школа злословия» и её ведущая Татьяна Толстая. И очень весёлая Анатолия Смирнова. А у нас в гостях дорогой гость Андрей Владимирович Шаранов. Тоже очень весёлый. Тоже очень весёлый ректор Московской школы управления Сколково. Вас можно, ведь обо всём спрашивать, правда же, Андрей Владимирович? На вашу я буду всё отвечать, я не всё знаю, но спрашивать можно точно обо всём. А вы увиливать будете или как? Дипломатично. Будем. Мы изучили ваше интервью, да, вы там увиливаете, ловко, так. И ни на что не ответил, а вроде сказал много. Серьёзно? Да. Никогда так о себе не думал. Стилистический анализ, никуда не уйдёшь. Андрей Владимирович. Вот такой высокий палаташ. Вот сейчас, по прошествии времени, расскажите концепцию вашего ухода из московской мысли. По прошествии небольшого времени? На самом деле я говорил об этом, что это новый длинный электоральный цикл, в том числе с какими-то новыми задачами. И я спросил себя, готов я ещё на пять лет подписываться на работу в правительстве Москвы. И, в общем, сделал для себя вывод, что, наверное, наверное, нет. А почему нет? Ну, вы знаете, я считаю, что то время, которое я поработал в правительстве Москвы, показалось мне очень большим и содержательным. Я не хочу сказать, что всё получилось, но была интересная работа почти три года. Почти три года, но по нынешним временам я считаю, что это много, и это была, так скажу, интенсивная работа. Что-то получилось, что-то не получилось, и, в общем... Хорошо, вот так пошли уклоняться. Что значит, что-то получилось и что-то не получилось? Пример того, что получилось, и того, что не получилось. Хорошая новость, а плохая. Такой вот конкретный такой пример. Ну, я напомню, что я отвечал за вопросы развития предпринимательства, экономический блок, закупки, торговлю, регулирование тарифов на коммунальные услуги, транспорт. Мне кажется, что нам удалось изменить стиль отношения города с предпринимательским сообществом. Нам удалось снять не все, но ряд барьеров, ну, например, в отношении с розничной торговлей. Хотя... По сравнению с предыдущей городской администрацией, безусловно, так это заметно всем и каждому. Да, и вообще я всегда себе говорил, что вот есть фабрика под названием правительство Москвы с бюджетом полтора триллиона рублей, и есть фабрика под названием Москва с бюджетом более 11 триллионов рублей. И задача правительства в первую очередь не только правильно распорядиться на фабрике под названием правительство Москвы, а создать правильные условия для большой фабрики, потому что она гораздо мощнее. То есть создать нормальную ситуацию в городе, когда в нём хотелось бы работать, хотелось бы оставлять деньги здесь, хотелось бы учить своих людей, своих детей здесь, в городе. И это вопрос отношения и диалога с властями. И вот мне кажется, что нам что-то удалось в этом. Может быть, лучше спрашивать не меня, лучше спрашивать этих самых преподавателей. И, кстати, отражение я вижу этому в изменении рейтинга doing business. Можно по-разному к этому относиться, но всё-таки элемент объективности он несёт. Итак, вы считаете, что... Простите, что перебиваю, я просто, чтобы суммировать. Вы считаете, что из получившегося получилось изменить климат взаимоотношений власти с предпринимательским сообществом? Правильно? Да. Так, а что не получилось категорически из того, что вы задумывали? Ну, наверное, не удалось создать более понятной, прозрачной системы проникновения частных инвестиций. Вообще Москва традиционно избалована инвестициями, то есть все стремятся проинвестировать в Москву, но при этом, во-первых, эти инвестиции были однобокими, всё время старались строить жильё, старались строить офисы. Наша задача состояла в том, чтобы показать возможности инвестирования в высокотехнологичные сектора. И, кстати, я тоже считаю очень успешным результатом... Какой сектор высокотехнологичный? Любой. Любой. Вот в данном случае я бы в качестве примера успешного, опять же, если говорить об успехах, привёл Технополис в Москва. Это бывший завод «Москвич» ЗЛК, где отреставрированные корпуса долго стояли пустыми, и вот сейчас их удалось запустить, и есть большое количество частных компаний, которые уже работают, ещё большее количество, которые закоммитились на то, чтобы туда прийти. И вот, например, две компании, не знаю, может быть, не стоит называть их имена, они проинвестировали уже больше, сев туда, в этот Технополис, чем правительство Москвы за последние три года. Это компании, производящие что-то? То есть это не офисы? Нет, это производители, производители в области новых материалов и производители в области микроэлектроники. Но в целом, я бы не сказал, что мы серьёзно облегчили приход частных инвестиций, ну, например, в сектора социальной сферы. Одна из задач, она остаётся, это приход денег в образование, в здравоохранение. Мы, если посмотрим, мир уже давно инвестирует, потому что образование и здравоохранение – это то, за что люди будут платить почти последние деньги. Это большой спрос, и тем более в Москве есть платёжеспособный спрос. Вот получилось гораздо меньше результатов, чем, скажем, я сам ожидал. А вот практически, если говорить о том, как эти деньги могли бы пойти в здравоохранение, вот конкретно, что это означает для обычного потребителя, что не удалось привести частные инвестиции в сферы образования и медицины? То есть вот Иван Иванович, у которого деньги... Как ему понимать ваши слова? Это означает, что остаётся меньше выбора. Да, безусловно, это никак не сказывается на состоянии государственной медицины. Она есть, она улучшается. Правительство закупает оборудование, правительство получает заработные платы врачам. Но речь идёт о том, чтобы увеличить разнообразие предложений через приход частников в те сегменты здравоохранения, которые имеют... Аренду снизить не пробовали. Пробовали. Кстати, если вы посмотрите на медицинские организации, некоммерческие, на программу семейного доктора, то, в общем, аренда там превращена во многих случаях практически в символическую. Скажите, пожалуйста, Андрей Владимирович, ну вот всё, что вы сейчас рассказали, это на самом деле не может быть причиной ухода. Я имею в виду человеческой причиной. Человеческие причины всегда другие. Например, в сфере благотворительности среди волонтёров тогда есть такой термин выгорание. Одна моя приятельница считает, что никакого выгорания не существует. Существует только, что ты переоценил свои силы и в желании прославиться добрыми делами не оценил своих возможностей. Кто-то считает по-другому, неважно. Одна из причин, почему человек уходит с подобного рода работы, это так называемое выгорание. Вторая причина – конфликт. Третья причина – ощущение собственного бессилия, когда ты понимаешь, что всё, что ты делаешь, вот эта капля в море, она не решает ничего. Четвёртая причина – да просто есть совершенно другие проекты, там гораздо интереснее, больше денег, я не знаю, более амбициозные. Хотя я не знаю более амбициозного проекта, чем Москва. Да, но тем не менее. Что? Ну, конфликта не было, и я остаюсь, если вы об этом спрашиваете, советником у Сергея Собянина, он сделал мне это предложение сам. Ну, возможно, выгорание, возможно, некоторое перегорание, да. Может быть, у меня были несколько завышенные ожидания с точки зрения результатов, с точки зрения сроков достижения этих результатов. Вот. Ну, а потом я получил очень интересные предложения. Я получил очень интересные предложения по поводу Московской школы управления Сколково, что для меня является не просто образовательным проектом, а очень таким синтетическим, который выбирает вещи, связанные и с предпринимательством. Я не перестал заниматься темой развития предпринимательства и в Москве, и в России. Я не перестал заниматься темами инноваций. Просто я попал в ситуацию, когда вокруг меня куча людей, которые трясёт меня за грудки и говорят, ну, давай что-нибудь сделаем. Ты там пришёл из Москвы, ты знаешь этих людей, давай отведи нас туда. Ты знаешь людей из этого министерства, отведи нас туда. То есть здесь совершенно другой уровень спроса и социальной активности. Я не открою ничего нового, если скажу, что, конечно, среди чиновников ты чаще сталкиваешься с другим отношением, когда они говорят, ну, в общем, как бы здесь всё хорошо, и не надо это ломать. Но чиновник же не может проявить инициативу в принципе. Да, от добра добра они ищут вот такой вот принцип. И на самом деле здесь есть большая доля истины, потому что управляя такими большими агломерациями, механизмами, нужно иметь разумный консерватизм. Вопрос в мире этого консерватизма. Так вот, переходя к школе, я хочу сказать, что я вижу этот проект как проект про предпринимательство, проект про элиты, проект про инновации. Причём не только вот такие в узкотехнологическом смысле создали новый материал, новый процесс, а и в социальном смысле тоже. Это отношение в элитах, это отношение между элитами и властью. Если вы посмотрите, то мы пытаемся на площадке Сколково организовывать эти диалоги, диалоги между элитой и властью по поводу того, как жить, по поводу смыслов. Нам нравится говорить, что к нам, Сколково, люди приходят за поиском смысла, за смыслом. И мы говорим правду, что мы говорим на эти темы. Какие эти темы? По поводу смысла. По поводу смысла. Ну, например. Это так красиво всё. А вот скажите, вот что значит пришёл опять? Иван Иванович. Да, заходите, Иван Иванович. Вам что? Да я по поводу смысла вот хотел. Вот как у вас это получается? Ну, давай, Иван Иванович. Ну, посадись, чай будешь. Расскажи, чем занимаешься. Ну что, я выпускаю там, не знаю, кайвошипные полупроводники. Да, мы производим хорошее впечатление, помните? Да, да, да. Вот, на самом деле... Где смысл рождается? В чём вот как? Что вы знаете смыслом? Вы знаете, у нас... Что вы называете тут смыслом? У нас есть конкретная программа, она называется Сколково практику. Он человек, собственник небольшого предприятия. Вот он пришёл, и это предприятие, оно вот доросло до определённого уровня. Оно уже не падает у него, устойчивая продажа, но оно и не растёт. Оно не превращается там в Google или в какую-то крупную корпорацию. Человеку всё вроде бы неплохо, но он хочет понять, он ещё молодой достаточно человек, вот что ему делать дальше. И когда он приходит, он вместе с нами начинает не просто отвечать на вопрос, как ему дальше жить со своим предприятием. Вообще зачем ему это? Ну, то есть фактически вы занимаетесь так или иначе бизнес-тренингами. Ну, если совсем упростить. Да, ну вот это вот как прийти в консерваторию и сказать, вы палочками машете здесь? Да, мы палочками машем здесь. Мы занимаемся тоже бизнес-тренингами. Это не бизнес-тренинг, это попытка увидеть смысл в бизнесе, увидеть ценность бизнеса. Кстати, ещё один вопрос. Ведь мы находимся в стране, где слово бизнес и предпринимательство является, ну, как минимум, чем-то не очень хорошим, с каким-то душком. А если почитать сейчас вот и мировую прессу, сейчас самый низкий уровень общественного отношения, негатив по поводу вообще предпринимательства. А в нашей стране вообще есть впечатление, что деньги рождаются во власти. Да, вот если вы едете по дороге, вы видите там программу губернатора, там ещё что-то, он дарит вот вам зал и так далее. Да, хотя, в общем, это оказывается просто расходование бюджетных средств. Нет ощущения, что вэлью ценности создаются через предпринимательский риск и через наёмный труд. Нет уважения оценки к этому риску. Да, наверное, предприниматели часто дают повод сказать, а, вот они жульничают. Но фундаментально это те люди, которые создают ценность, которые рискуют и которые вообще вот двигают всё. Андрей Владимирович, вот очень интересно, и вы посылаете как бы словесные сигналы. Да, всё время говорите про предпринимательство. До этого сказали про некий, не только консерватизм чиновника, но про то, что чиновник предпочитает не искать новых возможностей, да, добра добра не ищут. Да, и так далее, и тому подобное. И, в общем, это понятно, потому что предпринимательство это деятельность созидательная и, в общем, творческая, да, потому что что-то создаётся. А у чиновника регулирующая, так? Поддерживающая. Ну да, ну поддерживающая, регулирующая, но он ничего не создаёт. Да, он поправляет уже созданное. И снимает пеночки с ним. Ну да. Вы же по комсомольской линии развивались, насколько я помню вашу биографию. Ну, вы в вашем, на вашем вариационном... Было, конечно, было. Вы пошли через комсомол. Комсомол у нас была кузница кадров, которая готовила отчасти предпринимательские кадры, отчасти чиновничьи. В общем, бывшие комсомолцы, они все либо одно, либо другое. И вы пошли... Вот по какому пути? Я никак не могу разобраться, потому что вы как бы одной ногой в чиновничестве, а другой ногой в предпринимательстве. А я не понимаю, как это возможно, потому что это совсем разные виды деятельности. Ну, на самом деле... Когда это с вами случилось, это раздвоение? Я не считаю, что это раздвоение. Я считаю, что, наоборот, это, наверное, ценный опыт. Я бы по-другому представил ситуацию. Я обеими руками, ногами то в чиновничестве, обеими ногами в предпринимательстве. То есть вы прыгаете так. Я прыгаю, я двигаюсь. Я не прыгаю, я двигаюсь. И, в общем, в мире есть несколько моделей госслужбы, если чуть-чуть уходить в теорию. Вот есть немецкая модель, которая предполагает пожизненную государственную службу. И люди там стимулируются, например, очень большой пенсией. Просто ты не можешь покинуть государственную службу, потому что ты потеряешь всю эту пенсию. А есть американская модель, где люди попашут немного, попишут стихи. Вот люди поработают в бизнесе, потом приходит новая команда, их приглашают в эту команду, они отрабатывают на государство, они занимают государственный пост, государственного секретаря, зама государственного секретаря, члена комиссии, помощника президента. А потом заканчивается этот срок, они возвращаются в бизнесе. Мне идеологически такая модель ближе. Я долгое время работал в Министерстве экономического развития и торговли, не имея опыта работы в бизнесе. Я не чувствовал до конца регуляторного эффекта, который я как чиновник создавал. У меня, например, было большое заблуждение, что мы провели очень большой закон. Очень тяжело и замечательно, и все должны это оценить. И только придя потом в бизнес, я понял, что без последнего замыкающего, малюсенького подзаконного акта всё это не имеет никакого смысла, потому что это всё работает в комплексе. Да, идеологически важно, ты можешь себе медаль повесить, потому что ты пробил тот закон. Было очень непросто, было много оппонентов, но с точки зрения того, для которого ты это делаешь, это ни о чём. Вот это важно почувствовать на своей шкуре. Поэтому мне такая модель нравится, и я считаю, что если большое количество бизнесменов и большое количество людей социальной сферы, из той же благотворительности, время от времени будут ходить в правительство, города, области, страны, все будет от этого только лучше. Ну вот скажите мне, я же про вас пытаюсь понять персонально, да, ну вот человек о чём-то мечтает в детстве. Не закрывайте от меня, пожалуйста, мне нужно там было глядеть. Вот я себе пытаюсь представить, как мальчик Андрюша Шаронов сидит и мечтает, хочу стать ректором Московской школы управления Сколково. Такого же не может быть? Нет, не может. Ещё пять месяцев назад я об этом не думал. А вы кем хотели стать? Ну, если вас весь генезис интересует, сначала водителем бензовоза хотел стать. У меня долгое время была такая мечта. Почему бензовоз? Вот не знаю. Вот хотел и всё. Причём вот чтобы канистра не такая, вот такая была. Знаете, вот такие есть машины. Да, и чтобы марка машины... Да, и вот и бензин также раньше возили. Да, вот почему-то... Цемент, понятно, он всё и крутится. Да. Вот. И чтобы машина была ЗИЛ-130. Вот так хотел. Потом учился много математики в классе, и вот решил заняться техникой. У меня вся семья по линии отца работала на авиационном заводе, и я пошёл в авиационный институт. И закончил его с отличием, и остался, и хотел заниматься авиацией. Вот. И даже имел авторские свидетельства на изобретение в том сегменте. А потом началась перестройка, и вот на первых в истории альтернативных выборах меня избрали секретарём комитета комсомола этого самого авиационного института. Вот. А потом ещё перестройка продолжилась, и я стал народным депутатом СССР. Вот. А потом СССР не стало, и меня пригласили на работу в правительство Российской Федерации. Угу. Я создавал и возглавил комитет по делам молодёжи. Вот. Потом отработал там пять лет, и мне... А это вы создали эту пакость? Это я создал, да. Вам спасибо большое, да, за Якименко и всё последующее. Нет, ну, нет, это слишком большая честь для меня. Я создал государственный орган, который занимался государственной политикой, и который был аполитичен по определению, он, по крайней мере, должен был быть. Вот. Потом я работал в Министерстве экономики, а потом ушёл в инвестиционный банк, о чём не жалею. Вот. Потом пришёл в Москву, а потом... Вы сами себя как ощущаете? Вы вот управленец, вы чиновник или вы предприниматель? Я Андрей Шаронов. Я Андрей Шаронов. Это я знаю, да. Вот. И в данный момент я себя ощущаю руководителем крупнейшей частной бизнес-школы, самой замечательной, вот с очень серьёзной социальной повесткой. С очень серьёзной социальной повесткой, поскольку мы работаем с состоявшимися людьми, которые не потеряли вкуса к развитию, которые хотят чего-то сделать сейчас и здесь, вот в этой стране и в этом городе. И мне кажется, что это вот просто идеальный такой селекционный механизм, когда вот вы получаете вот этих Ивана Ивановича, которые стучат к вам в дверь, которые реально чего-то здесь хотят сделать. Хотят здесь учиться, хотят здесь растить своих детей. И это здорово, что они к нам приходят, и это здорово, что нам есть что им сказать. А в мэрию они не приходили? И в мэрию они тоже приходили. В мэрию они приходят как к регулятору, да, что вот условия такие, хорошо было бы сделать такие. К нам они тоже, кстати, за этим приходят, потому что мы тоже обсуждаем тему регуляторных рамок и так далее. Но к нам они ещё и за смыслом приходят, о чём я уже говорил. А вы можете себе представить своё возвращение на госслужбу? Или никогда-никогда-никогда на замечание не будет рабом? Нет, я живу по принципу «никогда не говори никогда». И, кстати, вот многие меня спрашивали, с какого перепугу ты, какой из тебя ректор? И вообще такое ощущение, что ты просто пересиживаешь. Нет, я не пересиживаю. Мне интересен этот проект, и я считаю, что у него огромные перспективы, и как у школы, и как у направлений. Но живу по принципу «никогда не говори никогда». И вообще как модель она мне нравится. Я вам сказал об этом, что люди, на мой взгляд, должны переходить из государства в нормальный, в частный сектор и возвращаться с этим багажом, с тем, чтобы всё это приземлять на разумную почву. А почему у вас MBA такой дорогой? Вы знаете, потому что у нас совершенно другие преподаватели. То есть понятно, что MBA для нас это совершенно недоходная программа. То есть мы на ней не зарабатываем. Но, к сожалению, она действительно дорога, потому что у нас очень дорогие преподаватели. У нас читают первоклассные преподаватели из европейских и американских бизнес-школ. Наши студенты живут в четырёхзвёздочной гостинице. Поэтому... А может, вы не можете жить читать? Ну, мы создаём такой уровень. И на самом деле важным элементом обучения является совместное сосуществование, пребывание в школе. И как выясняется по итогам обучения, люди как раз говорят, что здорово, что были первоклассные профессора, но ещё лучше, что я вот 18 месяцев был в компании людей, которые вот здесь бизнес создали, которые менеджеры крупных компаний, которые, как и я, что-то хотят. У нас почти 50% проектов, которые возникают у слушателей во время обучения, это проекты между ними. И это ценность, которую они видят и которую они ожидают перед тем, как прийти в школу. Вы всё равно не ответили на мой вопрос. Зачем так дорого? Нет, почему так дорого? Потому что преподаватели европейских и американских университетов, вы можете мне сейчас поручиться, что в их европейских и американских университетах, где они обычно преподают, MBA стоит столько же, сколько в скоку? Да, да. То есть у нас такой средний мировой ценник. У нас средний мировой ценник. И те люди, которые приходят и платят эти деньги, уверяю вас, они делают такой маркетинговый анализ. Вот у нас только вчера открылась группа MBA, экзекьютив MBA, 12-я уже группа по счёту. И один юноша, кстати, работает в средствах массовой информации в Москве, сказал, что он проехал и даже побыл две недели в американской бизнес-школе, посетил европейскую бизнес-школу и в конце концов поступил в московскую бизнес-школу Сколково. А вот отказать ему в здравом смысле и в умении считать свои деньги точно нельзя. Поэтому это значит, что он нашёл какую-то value, которая его заставила принять такое решение. Ну вот вы говорите про четырёхзвёздочные гостиницы. Там, наверное, выбора нет у вас? Нет. Нет, чтобы рядом стоял трёхзвёздочный, и там тоже был душ и так. Ну вот, вы же знаете, что трёхзвёздочные, четырёхзвёздочные ничего не значит в разных странах. Просто понимаете, в чём дело? Дело в том, что я прекрасно понимаю Танин вопрос, потому что у меня он возникает точно так же. Я на самом деле с интересом и симпатией отношусь и к бизнес-школе Сколково, и к фонду Сколково, вообще к тому, что там затевается, придумано, да, и может быть... Я рад, чтобы вам пришёл. И, может быть, когда-нибудь будет, и очень хочется, да, и там я бесконечно уважаю, восхищаюсь Рубеном Варданяном, да, и то, что вот вообще были люди, которые взяли и это придумали, да, и вот сейчас она начала работать, и вот она существует в том виде, в другом виде. Это, конечно, вызывает у меня восторг, но у меня вызывает некоторое смущение, что в Сколково есть немножко такой оттенок, знаете... Элитарности. Ну, вот у нас в компании это называется «Шикарно, как и всё на Руси», как написала в блоге одна прелестная чиновница. Понимаете, вот Сколково это немножко шикарно, как и всё на Руси. Ну, если бы вы там поговорили с нашими сотрудниками, то вы, наверное, бы тоже почувствовали, что у нас есть то, что на языке финансистов называется budget constraints, да, то есть у нас есть финансовые ограничения, и мы многие вещи, которые нам кажутся важными, не можем себе позволить, потому что мы тоже не жируем. Ну, я не буду вам говорить, ну, там, ремонты, может быть, там, преподаватели мы хотели больше транспорта, чтобы удобнее было добираться и так далее. Много есть вещей. Я это говорю к тому, что мы живём в условиях бюджетных ограничений, потому что мы живём на то, что мы зарабатываем. Мы не бюджетная организация, в отличие от многих университетов, мы частная бизнес-школа. Но давайте я вам скажу очень важную вещь. Вот вы когда говорили о том, кто к вам приходит, для нас очень... И мы с ними говорим про смысл. Для нас очень важно, чтобы к нам пришли правильные люди. А правильные люди могут жить только в четырёхзвешных гостиницах, а в трёхзвешных никак. Там же вот неправильные люди, да? В палатках же и правильные люди, как показывает практика, да. Но не надо испытывать их терпение. Я говорю сейчас о другом, что вот этот финансовый барьер, он действительно существует. И большое количество людей мне уже как новому человеку говорит, ну почему это так дорого? Ну да, мне это нравится, я хочу, почему это дорого? А потому что это ещё один барьер. Ценс. Да, да. Это не только вопрос себестоимости. С одной стороны, да, это столько стоит, потому что это дорогой профессор, это дорогая инфраструктура. Но самое красивое здание в мире, нет таких красивых бизнес-школ в мире. Это не моё мнение, это мнение иностранных профессоров, которые, да, это тоже стоит денег. Так вот, с одной стороны, это бюджетные ограничения, а с другой стороны, это некий порог, порог, через который человек должен переступить, доказав, что вот ценность пребывания, обучения в сколках для него выше, чем ценность вот этой немаленькой, немаленькой денежной суммы. И вот здесь вы себе, наконец, противоречите, потому что, как вы не увертываетесь, но всё-таки... Да, да, вы меня поймали. Когда да, потому что, когда вы говорите об отношении к предпринимательскому сообществу у нас в обществе, да, о том, что это отношение несправедливо низкое, да, что, как бы, его надо менять, да, что нужно менять для этого, как бы, и общественный климат и так далее и тому подобное. Это вы говорите, вот, так сказать, одной своей головой. А другой своей головой вы рассказываете про то, как вы установили имущественный ценз для попадания к вам в школу? Конечно, имущественный ценз, он не первичен и даже не вторичен. Он просто существует. А какого чёрта вы тогда его привязываете к понятию правильные люди? Это же вы сделали. Вы сейчас подставились. Вы сказали, мы хотим, чтобы к нам пришли правильные люди. Они приходят по смыслу. А для таких у нас есть программа. А для вас, конечно, есть подземные переходы. И это тоже. Да, у нас, кстати, есть хороший подземный переход. У нас есть стипендиальная программа. То есть мы сейчас, опять же, через учредителей, через спонсоров предлагаем две программы, которые позволяют поддержать слушателей. Первая – это стипендиальная программа, которая, точнее говоря, грантовая программа, которая даёт возможность, опять же, отобранному по конкурсу наиболее выдающемуся человеку просубсидировать до 50% стоимости обучения в программе. И мы пытаемся увеличить количество таких программ. Но это благотворительность. И мы действительно стараемся поощрять тех, которые просто выдающиеся. Можно посмотреть на это как на благотворительность, а можно как на социальное проектирование. Понимаете? Конечно. Конечно. Это не благотворительность, в том, что мы просто рассыпаем хлеб, а мы даём шанс наиболее продвинутым, но которые не обладают, ещё не доросли до этих материальных возможностей, увеличить свои возможности, увеличить свои каповелитис вот в нашей бизнес-школе. А второе – это кредитование. То есть это получение банковского… То есть у вас есть эта система? Да, у нас есть эта система. Получение банковских кредитов – это обычная практика западных бизнес-школов, когда люди под будущий диплом получают кредит, оплачивают своё обучение, а потом эта школа даёт ему определённый трамплин с тем, чтобы он мог получить работу, которая даёт ему возможность расплатиться с этим кредитом. Такая модель у нас тоже есть, и в этом смысле, конечно, мы создаём… Но она у вас не сразу ведь организовалась. Она не сразу, и с этим тяжело, потому что, в общем, это не самая популярная среди, скажем, банков кредитования студентов, потому что это рискованный бизнес для них. И система грантов – это тоже не дешёвая вещь, но она есть, и мы намерены её увеличивать. Ну, это как раз очень достойно. Мы, собственно, потому и привязались, потому что в любой западной бизнес-школе вы же сами знаете, такая система есть. Здесь мы стремимся, здесь мы стремимся к этой модели. Так, а скажите, пожалуйста, вот последний у меня к вам вопрос. Какая из всех ваших работ была самая интересная? Ну, я… Мне сложно ответить на этот вопрос. Я скажу так, что я ни об одной из них не пожалел, ни тогда, когда работал, не сейчас. Правда? Правда. Я не понимаю, как это может быть. Работа в частном секторе, вот не в государстве, да, вот работа в Сколково, работа в инвестиционной компании «Тройка диалог», мне была гораздо ближе с точки зрения душевного комфорта. Вот люди понятней, понятней, для чего они здесь, понятны критерии их успешности или неуспешности. Люди чаще говорят то, что думают. Согласитесь, вот всё государственное имеет свойство удушать. Ну вот он же почти сказал, Таня, зачем вы спугнули? Никогда бы не сказал. Ну почти, уже мы были вблизи, ну, боже мой. Я поняла, да. Вы следователями не работали? Нет. Ну, сейчас работаем. Вот эти. Вот. С другой стороны, работа в государстве, она и, я имею в виду, Москва, и Министерство экономики, это совершенно другой масштаб. Это вот ощущение, что ты влияешь, ты участвуешь в формировании, не якобы, не якобы. Вот, возможно, я заблуждался и заблуждаю до сих пор, но у меня ощущение, что всё-таки не якобы, на формирование институтов. Вот институты, это просто правило, да, вот по которым процессы идут. Иногда формальные, иногда неформальные. И ты влияешь на формирование этих институтов, чтобы... Вот то, что называется в быту порядок вещей. Вот порядок вещей, он проясняется, он проговаривается. Оказывается, что вот без этого можно жить, а без этого вообще просто надо жить, иначе это всё портится. И вот человек получает, на мой взгляд, удовлетворение, человек получает кайф от того, что он участвует в установлении правильных порядков, ну, на его взгляд. Или противодействует установлению неправильных на его взгляд, порядков. Это мои ощущения от работы в государстве. Ну что, спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Нам многое стало яснее. Что-то удалось выяснить. Какой-то имидж конспиратора мне создали. Я должен это осмыслить. Нет, не конспиратора. Почему? Назовём это, поскольку мы к вам хорошо расположены, поэтому мы назовём это словом осторожность. Вот. Взвешенность ещё есть такое прекрасное слово. На самом деле в русском языке его не существует. Не существует. Теперь уже да. Раньше не существовало. Спасибо вам большое и успехов. Да, полное. Спасибо. Мне показалось, что Татьяна и Дуня действительно были заинтересованы в тех темах, которые они поднимали. Мне понравилось то, что они попытались искренне разобраться в том, что есть хорошего и плохого в государственной службе, в частном бизнесе. И избежали, счастливые избежали ситуации, покрасить одно в чёрное, а другое в белое. Мир сложнее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА